Санкт-Петербург 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 и бронзы. В полный рост, в рельефах и на памятниках, с шарами в лапах у парадных лестниц и на крыльях мостов. Львы в Санкт-Петербурге самые разные, привезенные из Китая и Израиля, из Италии и созданные в России. Время их появления тоже различно, от 18 века, времен Петра Первого, до наших дней. Лев это царь зверей и поэтому он является символом смелости и мужества, силы, власти и величия. Мода украшать дома, парки и площади с культурами этих животных пришла из Европы во времена Петра. У дворцов и общественных зданий, в парках и на набережных появились львы. Некоторые из них лежали или сидели, а многие упирались лапой в шар. В античные и средние века считали, что львы спят с открытыми глазами и поэтому являются идеальными стражниками, защищая дом от злых духов. Статуи львов устанавливали у входа в храм и дворцы. Многие львы-стражники держат лапу на шаре, чтобы не уснуть. Если лев уснет, лапа скатится с шара и он проснется. Что касается Петербурга, то с охранной функцией его львы справляются. За 315 лет ни разу ни приятель не вошел в наш город. Вместе с тем в буддийской религии шар означает сокровища, символизирующие знания, которые помогут добиться цели и исполнения желаний. Часто устанавливали две скульптуры животных. В этом случае лев-отец держал лапу на шаре, что означало единство страны. А львицы изображали с детенышем, что символизировало достойных потомков. Нужно сказать, что такие существа, как сфинксы и грифоны, тоже относятся к львам. Сфинкс – это мифическое существо. В древнеегипетском искусстве животность – тема льва и голового человека. А грифон – это сочетание неба, орел и силы земли, лев, который символизирует борьбу добра и зла, темного и светлого, животного и разумного. В эпоху классицизма статуи львов, поставленные симметрично по бокам от входов, стали украшать не только дворцы знати, но и гражданские и общественные здания. Это были как лежачие фигуры или львы с лапой на шаре, так и борельефные маски с кольцами в зубах, которые располагались на воротах или дверях. Есть одна интересная деталь. Если лев с кольцом, то он уже ручной, то есть не опасный. Но можно полагать, что львы в городе остались, как память о победе над шведами, и теперь они несут свою стражу, охраняя русский город на Неве, бывшей когда-то шведской крепостью Ниеншанс. В граните и мраморе, в чагуне и бронзе, в полный рост, сидя и лежа, в барельефах и на памятниках, с шарами под лапами у парадных лестниц и крыльями на мостах, улыбчивые, серьезные, взлохмаченные и аккуратные. Сосчитать их всех просто невозможно. Ольга, остановите, 149, сейчас 150, все. И в конце нет, хотим кишечникам. Ребята, в этом городе Львов больше, чем жители. На решетках чугунных, фасадах домов, у Невы и берегов, всюду множество львов. У дворцов, площадей и подсеней листвы, тихих парков, везде благородные львы. Дорогой Петербург, Петроград, Ленинград, Я в душе называю тебя Львиный Град. Ведь стоят на часах, влюзгранитов Невы, Эти милые бестии Питера, львы. Львиный Град Снегами заносит, Их мочит дождем. Но упорно стоят Львы на месте своем. Им нельзя отойти Ни на миг, ни на шаг. Это Львам в небесах Предначальщина так. Львы за совесть стоят, На часах, не за страх. Напряжение в лапах, В упругих хвостах. Чтобы жили мы здесь, Ни грустя ни о чем, Ничего не боясь В рвином граде своем. А когда не уют, И себя не понять, Ты гранитную гриву Тихонько погладь. И чушалму камню Прижмешь со щекой. Вот тогда обретешь Долгожданный покой. Пятаки площадей И пролеты мостов Позволают от церквей Под защитой Львов. Станет чище душа, Будет в городе рай, Если город такой Оккупировал прайд. И пока город жив, И Нева будет течь, Эти львы сторожить Будут нас и беречь. И за это, за все Обращаюсь я к вам. Относитесь, пожалуйста, Бережно к львам. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»